Девушки отдыхают Еще раз повторюсь, на повестке Сигнейчи против команды Минески В пике у Сигнейчи Снайпер, Леон, Магнус, Висп и Тини А это ой-ой-ой как больно И Шторм Спирит, Чен, Ликан, Шадоу Шаман и Клок от Минески Кто кого перебьет по голове, кто кого перепушит, станет ясно чуть-чуть позже На данный момент вырисовывается нереально крутой пуш у Минески Чен, Ликан и Шадоу Шаман, я думаю, объяснять никому не нужно Что запланировал данный коллектив И со стороны команды Сигнейчи, я так понимаю, должна быть нереально крутая реализация всех, кого они набрали Я имею ввиду, конечно же, у тех, кто готов отрывать лица игрокам команды Минески Здесь Тини Висп, будет ли это мид Тини Висп, либо отправиться на какой-то из лайнов Давайте сразу же по персонажам разберемся и посмотрим, кто на ком играет На Шторме у нас отыгрывает стенд-ин команды Минески Джей, Ова играет на Ченни, Рейвен играет у нас на Ликане Эрер играет на Шадоу Шамане и Ку-Ку отыгрывает на Клокверке Со стороны команды Сигнейчи На Снайпере играет Майпро Бумбелл у нас отыгрывает на Леоне Хехе играет на Магнусе, тоже стенд-ин в рядах команды Сигнейчи Шира играет у нас на Виспе И Лакелс играет на Тини Неужели еще кто-то хочет у нас отвалиться и задержать трансляцию? Азия такая, Азия Хотя, с другой стороны, нас вчера европейцы очень серьезно напрягли Напомню всем, что вчера был крутейший игровой матч Join.MLG Pro League не так сильно радовала, как радовал Majoral Stars Всем, кто joined Dota Pro League, в принципе, пока что в групповой стадии А в Majoral Stars, который мы тоже к нашему превеликому удовольствию транслируем Вчера состоялся финал Венеров, который выиграла команда Empire Empire ждем сегодня в гранд-финале А Asus Pro, точнее Asus Pro, Asus Polar Отвалились у нас в Лузер Брекет И там будут в финале лузеров сражаться с NIP Которые тоже накануне наказали белорусский коллектив Power Rangers Ниндзя в пижамах сегодня против полярных медведей Это интересно И Империя завтра будет ждать их Не завтра, нет Империя сегодня ночью уже будет ждать их в гранд-финале Никакого отдыха для Империи Ну что, команды расходятся у нас Видим, что рядом с Рошаном уже разместился у нас Бумбел вместе с Хе-Хе Ждет своих оппонентов, как я понимаю Готовы они драться за руну И неудивительно, по скиллам здесь всего достаточно, чтобы зацепить Если что, есть снайпер, чтобы шрапнелью палить сверху все, что необходимо Где находится Тинни Висп? Тинни Висп, я так понимаю, у нас будут фармить легкую Лакелс тоже готов посражаться за руну Тизер у Виспа есть Если что, Ку-Ку может отсюда и отъехать Одними Когами здесь не справиться Ну что, Фёстблат у нас забирают Как так-то, а? Только на Тинни отвлекся Фёстблат у нас сразу же отлетает команде Минески Умирает Леон И Бумбел начинает для своей команды слегка провальненько Здесь Когами чуть-чуть похарасил Я так понимаю, Ку-Ку Да, Коги провязал Забрал кучу маны у Тинника У Тинника, к тому же, ещё и Эваленс был проюзан Ну, короче говоря, без маны пока что у нас Тинни Но его дело фармить, а не раздавать с пылы Тем более, что до 3-го левела До 3-го, 4-го левела Тинни Клоку особенно ничего-то и не сделает Так-так-так, где у нас Крипы? Крипы, в принципе, все здесь Подстопил всего лишь туловищем своим Ку-Ку Крипов Не стал обузить ерунду с Когами С заводом Крипов В данную локацию Ну, всё Лакелс просто без маны Я так понимаю, без маны он будет Всю часть игры, когда будет стоять на линии На миде у нас Разместился Майпро на Снайпере Играет он против Джея Стендин команды Минески Решил пободаться немножко на миде Не очень понятно, почему не отправили Тинни сюда с Виспом Можно было смело стоять против Шторма Тинни Виспета Слышал я, что Тинни Висп не контрится Хотя видел, конечно, как их контрили без каких-либо проблем В принципе, всё от реализации зависит У Сигнейча на сложной Хе-хе на Магнусе И против него стоит здесь Рейвен на Ликане И РР на всякий случай саппортит Рейвена Счёт 1-0 Давайте глянем, что нам дал ФБ Ну, ФБ, в принципе, и дал 500 голды сверху Так, тем временем на миде у нас Снайпер Погибает от рук Спирита Что-то день не задался Как там фраги ранее отлетают мимо моего взгляда Ну, в принципе, что? В принципе, что тут такого? Мы же смотрим Доту Давайте посмотрим этот фраг Выход у нас от Джей Джея Подходит на хайграунд Майпро Зацепил ещё один Ещё один ремнант И на место отправляет он снайпера Снайпер погибает Счёт становится 2-0 Возвращаемся в режим реального времени И понимаем, что у Майпро есть некие проблемы Джей здесь, казалось бы, с одним нул-талисманом Но снайпер, в общем-то, не вывозит ту дамагу, которую Джей может на него оформить Здесь Ку-Ку у нас, я так понимаю, готов подраться Готов ли к этому Готов ли к этому Сигнейчи? Ну, Лакелс без маны Бумбел уже дальше, чем Ку-Ку даже находится Лакелсу нечем зацепить Ещё один Хекс, но с руки, если получится, навалять Есть Коген, если что, у Ку-Ку И через Коген отправляет назад он игроков команды Сигнейчи Зацепить Ку-Ку пока что нечем Пока нету у Тини маны Тини сделать толком ничего не может Висп наконец-то приобретает банку А значит, что мана наконец-то у Тиника будет нон-стоп пополняться В принципе, можно обузить банку Я думаю, снайпер здесь без Курьера первое время проживёт Потому что Лайн пока что не выигрывается А Триплой стоять против Соло Клокверка И не чувствовать себя уверенно на Лайне Это, конечно же, обидно для команды Сигнейчи 2-0 счёт по-прежнему Давайте глянем по графикам Чуть больше 1000 голды И порядка 500 по Экспе Преимущество команды Минески Ещё раз напомню Номинального лидера и фаворита данного матча нет Потому что обе команды имеют одинаковое количество побед и поражений Ну что, зажали у нас в Коге Лакелза И ничего не может он сделать Ни Тос проюзать, ни Эвелэнс Может сейчас получится Всё-таки надо Тосать Ку-Ку Ку-Ку взлетает у нас в воздух Свиспом бьют по спине Ку-Ку по-прежнему жив Ещё один удар от Широ И Тиник наконец-то забрал первый фраг на этом лайне Ну что, не зря, значит, стояли Триплой Хоть что-то удалось сделать Банка здесь Банка обузится Банка становится полезной Потому что руна тоже у нас отходит Команде Сигнейча И именно Виспу И именно в боту Это означает, что фуловый Тинни Фуловый Висп Можно продолжать драться Счёт 2-1 И Сигнейчи наконец-то реабилитировались За два ранних фрага Два фрага Которые я в режиме реального времени пропустил Шторм у нас нажимает на паузу Узнаем, в чём дело 200 пинг Я так понимаю, будет переподключение Если оно не затянется, будет прекрасно Чтобы не быть голословным и быть последовательным Давайте посмотрим на таблицу И, собственно, о чём я вам говорю Три игры Best of 2 сыграли Минески Три игры Сыграли Сигнейчи Траст Тоже в режиме Best of 2 По одному матчу В этих противостояниях выиграли В итоге получилось три ничьи Ничья — это одна победа, одно поражение в Best of 2 Соответственно, за одну победу Одно очко По три балла в таблице Поэтому команды, собственно, делят Третью строчку на двоих Возвращаемся в матч У нас наконец-то вернулся Шторм И игра продолжается В майпро выходит у нас фарм Ранний Райсбенд имеется Имеется Бутс оф спид Что у нас у Шторма? У Шторма есть банка Ну, нет смысла, скорее всего, снайперу брать банку Как я понимаю Хотя, нет, банка ему так и не летит В принципе, снайперу банку обузить да незачем Ова здесь Ова по ХП Сейчас начнет проседать от снайпера На лоу ХП у нас Кукуну Куку из файта отваливается Так, пошла у нас погоня за Виспом Виспа у нас развалили Эвелендж проюзал у нас Тинни в Джея Джей, в принципе, на лоу мане Но и Тинни тут практически без маны Ремнант еще один Зацепили Тинни Здесь Леон вовремя приходит И почему Леон не использовал импейл Мне непонятно Отдали Виспа, отдали Тинни Еще и Леон погиб у нас перед этим Джей зарабатывает 3 кило сразу Трипл килл от Джея И уже у него появляется достаточно артефактов Чтобы напрягать снайпера еще больше Получил немного он Виспов от Виспа Как это неудивительно И отправляется хилиться на хайграунд Трипл килл у нас от Шторма Начало для него просто крутейшее На данный момент доминейтинг уже у Джея На базу его отправляет Чен В принципе, что пешком ходить, если есть Такой полезный скилл У Лакелса счет 1-1-0 У Виспа 0-1-1 Кто у нас больше всех погибал? Больше всех у нас, как я понимаю, погибал Леон Ну где-то еще был один фраг На ком он был сделан А у нас еще в миде снайпер умирал Это был второй фраг на карте Всего лишь одного персонажа команды Минески смогли забрать игроки Сигнейча И пока что они в роли догоняющих Более 2000 по голде И порядка 2000 по экспириенсу Давайте по крипстату обратим внимание Что у нас происходит На первом месте Рейвен У него 43 на 19 На втором месте Джей 33 на 13 И Лакелс уже занимает третье место 30 на 10 у него И 24 на 4 мид От снайпера Майпро в принципе стоит и фармит Все время, пока Джей летает и делает фраги Ну понятное дело, что по Нетворсу Джей намного выше, чем снайпер Намного это на 1750 голды Все, собственно, почему Все вот почему 4-0-1 кеда у Джей И 0-1 у снайпера Пока что Сигнейчи не уверенно себя чувствуют И сложно чувствовать себя уверенно, когда ты так горишь Так, Джей у нас приобретает соло ринг Что прилетела Тинни Тинни, как я понимаю, прилетел Брасар Есть уже Пауэр Трэдс Имеется Стаут Шилд И у Магнуса тем временем На сложной появляются Аркан Буцили У Рейвена Владмир прилетает Рейвен, в принципе, уже, я думаю, через один левел будет готов выйти на Рошана Ну, можно будет медаль приобрести И потом попробовать забрать Роху Контроль по карте Контроль по карте, честно говоря, немного дикий Нигде нет вардов Просто нет вардов Закончились первые варды И только-только летят в курьере варды Леону Висп занимается отводом крипов Денайт пытается своих Ничего у него не получается Куку здесь кое-что дособирает Ну, 12 на 0 на сложный нормальный крипстат Тем временем у нас Магнус зашел под вражеский Тауэр И смог нормально так огрести Развалили у нас Магнуса Возвращаемся к Ригде Здесь Тинник должен с Виспом уже влетать Как я понимаю, нет Висп у нас гуляет сам по себе Тинни у нас гуляет сам по себе Убили Магнуса, счет стал 6-1 Куда команда Сигнейча хочет эту игру завести Мне пока что не ясно Потому что, во-первых, во-первых У Минески есть крутая пуш-строта Но, во-вторых, еще и Минески умудрились убить В 6 раз больше, чем убили Сигнейча своих оппонентов Ну, пока Тинни не вывезет Не вывезет какие-то начальные артефакты Чтобы просто не умирать в файтах от Соло Шторма Конечно, о файтах говорить не приходится Опять же, у Виспа еще нет 6-го левела Появится 6-й левел И на Релокейте Понаблюдаем, как будут с Тинником Влетать Сигнейчи У Лакелса 48 на 14 Крипстат Практически как Джей идет Он на миде Немножко меньше заданайных 54 на 20 у Лекана Пошла у нас погоня за Джеем Ну, Джей сможет, я думаю, заявейдить ульту Да, Джей ульту с себя сбрасывает Отходит как можно дальше Ну, там хаста была в банке Не отойти немножко дальше Было бы, в принципе, глупейшим из решений Лакелс продолжает фармить У него 1200 практически на руках Будут ли это барабаны Или будет это ранний аганим Мы увидим В принципе, что тот артефакт Что тот Тиннику нужен и полезен Ну, что ж такое А, у нас Шторм Спирит забирает снайпера Снайпер умирает второй раз И здесь, вслед за снайпером Умирает еще один герой команды На этот раз Миннески Шадо Шаман отправляется у нас в таверну Счет становится 7-2 Ну, по размену, я думаю, в плюс Вышла команда Миннески Да, команда Миннески забрала мидера И разменяла его на одного несчастного саппорта Лайн саппорта Шадо Шамана Здесь у нас уже хе-хе имеется У него есть риверс полярити 7-й левел, практически 8-й Куда у нас Хауль ушел? Хауль у нас ушел в Т1 по нижнему лайну Команда Миннески начинает реализовывать свою пуш-строту И Лекан с волками съедает первый Тауэр Барабаны все-таки появились у Тини Лакелс пошел в барабаны Значит, Аганим будет следующим артефактом Что у Куку? У Куку пока что, собственно, ничего и нет Имеется Бутсов Спид, есть Таут Шилд В Курице тоже ничего интересного ему не летит А у Лекана после Таура появляется Медальон И я думаю, можно отправиться на данного персонажа В принципе, все имеется Для этого есть Владмир Есть Хауль первого левела Имеется Импульс, вкачанный в два Ну и, конечно же, промакшены волки и Шейпшифт Тини с Веспома отправляется у нас фармить лес Кстати, не было еще вменяемого выхода от Овы Что интересно Последние два дня у нас Чен был, в принципе, главным действующим лицом На ранних левелах Да и вообще, по всему моему пониманию, доты так и должно быть Но здесь пока что Чен не появляется Лекан у нас тем временем сжирает снайпера Вы что, издеваетесь? Лекан у нас сжирает соло снайпера под Т2 На кого Шрапнель? Зачем Шрапнель? Непонятно Просто врубил медальон и просто пошел Разорвал на куски снайпера Поделил со своими волчиками Бедную тушку снайпера Ну, это уже третий Третья смерть для команды Сигнейчи Для их мидера И, понятное дело, что Джей явно опережает своего номинального оппонента У Джея счет 5-0-1 В шести фрагах он участвовал из восьми А снайпер умирает практически по КД Ставятся ворды и команда Минески готова спушивать второй Т1 Помимо вордов здесь еще два кентавра Здесь адский медведь-крушитель Будет ли Сигнейчи дефить? Есть ли вообще такая возможность? В принципе, релокей то виспа есть Но под ворды влетать никто не собирается Хотя, видим, Магнус уже здесь Коги очень удачно и ставит у нас Клоквер На риверс полярити не хватает маны Клок улетает на базу Умирает только Чен Умирает только... Умирает только Шадоу Шаман Кое-как отковырялись от этих чертовых кентавров Игроки команды Сигнейчи Двоих забрали, потеряли Таур Но это уже лучше, чем потерять всех Ну, здесь уже Ку-Ку-Ку-Ку под батарея Саут Старается забрать у нас еще и Леона Леона Лохэп отсюда уходит И Лакелс остается в живых По итогу этого файта Три в один разменялись Погибает у нас также Клок И погибает у нас Магнус То, что потеряли Магнуса Это неприятно для команды Сигнейчи Но то, что смогли забрать Хоть какие-то фраги в этом файте Это уже явный плюс Безусловно, экономика движется в сторону Минески Но хоть как-то команда Огрызнулась хотя бы по экспириенсу У Майпро наконец-то первый фраг Рошан тем временем падает у нас от Лекана и Джея Ну, ничего удивительного Пока сконцентрировалась команда Минески на топе Опять же, дрались Минески без Лекана и без Шторма Но еще умудрились один фраг забрать В это время Лекан занимался тем, чем должен заниматься на 13-й минуте Уже, 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 уже Выход имеется в практически готовый Некрономикон Это означает, что пуш-стратегия реализована более чем полностью Все в принципе имеется Здесь Шадоу Шаман, как я понимаю, скорее всего пойдет в Аганим Будет ли он после Даггера или сразу пойдет в Аганим Шадоу Шаман мы увидим Это уже вопрос Вопрос времени У Хе-Хе тем временем 1200 на руках И пока что до Даггера остается 1100 Хе-Хе здесь риверс полярити он так и не проюзал Будет ли в одного Эрера юзать риверс полярити? Нет, наверное не будет Хотя, может быть, есть смысл Хе-Хе у нас пока что пилит Шадоу Шамана Шадоу Шаман погибает Погоня пошла за Леканом Лекана разобрали и по итогу 2 в 0 подрались Сигнейча улетает отсюда Висп С Тинником отправляются они на Мидлейн и Уже увидели, уже увидели Шторма Есть ли чем зацепить Шторма Или Шторм сам готов цеплять Шторм готов цеплять У него Бладстоун имеется У него 8 зарядов уже Бладстоуне Ну, понятное дело, что это базовые заряды Но тем не менее Мана нормально так регенится Здесь попытка у нас Убить Шторма Шторм и выйдет Ассасинейт от Снайпера И улетает отсюда Маны, правда, нет Маны нет Риверс полярити, если что, имеется Будет ли визать риверс полярити? Хе-хе, да, риверс полярити в Джея в одного Но это только потерянный Эггис Здесь уже есть РР У него есть Шейкл У него есть Шок Вейв О, Эзершок, точнее Все, в принципе, для драки имеется Но Сигнейчу поняли, что драться здесь не по шансам Отходят за свой Тауэр И правильно делают 9-7 счет становится Умирает у нас Шторм Но, понятно, не Ни золото, ни эксп Он своим оппонентам не отдает Потому что это был потерянный Эггис Давайте по артефактам Глянем, как у нас что У игроков Джей у нас имеет Бладстон Мы это видели Также ПТ и Нул Талисман Мека у Чена После Мекки 900 на руках Это хорошо для Чена И очень плохо для команды Сигнейча Вторые Некра Нет, Некра пока что первые У Ликана Помимо Некров есть Владмер Есть Пауэр Трэдс И есть Медальон У Шадоу Шамана 1670 на руках Это, как я понимаю, означает, что в Даггер выходит у нас РР А потом уже будут покупаться Пойнт Бустеры И вся необходимая ерунда для Аганима У Клока просто ПТ, Стаут Шилд И больше толком ничего, кроме Ботла У команды Сигнейча, у Кор Героев Что имеется? Да нифига не имеется вообще Пауэр Трэдс есть И Ринго Факвила у нас у Снайпера И Мордип Маск Одна несчастная Мордип Маск Здесь Блейдс Оф Атак Не очень понятно, куда эти Блейдс Оф Атак Может быть, начал собирать фазы у нас Майпру А после решил уйти в Пауэр Трэдс Потому что понял, что умирать еще раз не очень хорошо Так, Шторм Спирит у нас забирает Магнуса И здесь сразу же Висп с Тинником прилетает сюда Но тут Шторма фиг догонишь, я думаю Надо улетать отсюда и стараться Бумбеллу тоже уйти из этого файта Забрали Магнуса и Клок здесь же у нас отъехал со стороны команды Минески Так, вдвоем в лесу у нас Тинни и Виспи, я так понимаю, занимаются дабл фармом Имеется Огр Клап уже у Тинни Есть Пойнт Бустер, выход в Аганим После Аганима драки кое-как должны выровняться Потому что сейчас команда Сигнейчи, хоть и немного догоняет Минески Но смотрится совершенно не уверенно против такой пачки крипов от Чена Ульта прошла у нас от Снайпера Ассасинейт В принципе, толком никого не надамажил Все фуловые Снайпер пытается отстрелить ворды Ну, лоу ХП у Тауэра Это значит, что следующий заход Или следующий, просто следующий заход одного Ликана Или его Волков на Тауэр Будет означать разваленные Тауэра Ну что, у нас очень сильно проседает по ХП Снайпер Снайпер умирает Куку одним батарея Саут забирает у нас Снайпера Здесь Лакелс есть Он разваливает Клокверка Надо разваливать, стараться и Шторма Шторм уже без маны Будет ли Джей здесь драться Риверс Полярити в Чена Подбрасывают Чена в воздух Чен отсюда должен отъезжать не своим ходом Да, Чена у нас убивают Здесь куча крипов Но это куча крипов Это просто куча мяса для команды Сигнейчи Убили у нас Чена Убили у нас Клокверка Улетает отсюда Джей Без маны Теперь уже с маной Джей возвращается Как я понимаю Ну, в любом случае Два в один подрались Команды Сигнейчи и Минески И Я думаю, графики постепенно поползут у нас вниз В сторону команды Сигнейчи Траст Нашли у нас здесь Ликана Видит его Висп Но Висп отсюда улетает Куда у нас улетает Висп? Висп улетает на нижний лайн Бумбел здесь У Бумбела есть Аганим Но... Ой, Аганим Конечно же, Даггер есть у него Но он не спасает от дамаги, которую вносят в него Шадоу Шаман и Ликан Тем временем Шадоу Шамана разбирает команда Сигнейчи Счет становится 12-11 Разменяли саппорта на саппорта Никаких особых изменений в графиках Это собой не явит Ну что, имеется уже бревно в руках Тиня Это означает, что Аганим появляется у Лакелса в этом билде Так, у нас здесь Куку просто забрал ману у Лакелса Ничего больше он не хотел сделать У него больше ничего и не получилось И может не получиться Под тизером Куку очень сильно рассыпается Но у Куку руки заточены под что надо Куку улетает на собственного крипа И Хукшот на данный момент выполнил роль сайвового скилла А не атакующего Ну, реализация Клока мне более чем симпатична 2-4-3, конечно, у него счет Но врывы просто нереально крутые Короче говоря, сорви голова у нас Куку Минески пока что дерутся явно интересней Это при том, что по скиллам у Минески Не особенно и какие-то дамажищи имеются скиллы Ну, есть Шторм с Ремнантом Но это не так серьезно, как, например Тот же Риверс Полярити Или тот же подкоп от Леона с Finger of Death И тем не менее, Минески нормально дерутся Ну, крутая реализация Чена в драках Так, поймали у нас здесь Джея Наконец-то разобрали у нас Джея Риверс Полярити Даже не пришлось заюзать Лакерс подбросил его в воздух И на приземлении бревном встретил по голове Отлетает у нас Джея на базу И счет становится 12-12 По голде 1400 голды зарабатывает команда Сигнейча в этом файте Просто на одном несчастном Джея Что по зарядам у Джея? У Джея по зарядам 6 показателей на Бладстоуне Имеется уже 2 Обливентстафа И скоро будет выход в Оркет Так, врывается у нас сюда РР Ставит в Орды, дает Хекс по Лакелсу Лакелс жив, но может погибнуть здесь Висп Так, защитный Эвелэндж у нас от Тиника Риверс Полярити в Джея Также под, 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 под Скиуэром отвозят Джея Но отвозят, разумеется, не для дамаги А для того, чтобы не смог Джея проюзать Вовремя ульту свою и улететь И Лакелс забирает этот фраг Шторм Спирит, в принципе, становится не таким опасным С четырьмя зарядами, да, тут будет Оркет Но Оркет непонятно, когда будет Потому что Джей умер один раз здесь минуту назад Умер еще раз под Т2 команды Сигнейча Снайпера тоже забрала команда Минески Это тоже кор-герой Но снайпер погиб у нас в лесу Снайпер погиб у нас в лесу Драка после этого Перешла на мидлейн Ну, счет 13-13 Игра напряженная, игра интересная Драки происходят и герои такие, которые располагают к дракам Я, конечно же, говорю в первую очередь о Веспе С Тизером и Релокейтом И Тиника, который привязывается к Веспу И готов летать У Тини после Аганима появляется Яша Есть Огр Клаб Это будет Сенжин Яша, как я понимаю, Тини Или это будет Яша, дальнейший выход в БКБ А после этого Яша превратится в Манта Стайл Что тоже не есть плохо для Тини Который с руки наваливает, сами знаете, сколько Ну, 13-13 Давайте переключимся на графики 7500 в пользу Минески По экспириенсу полный ноль Никто у нас не впереди Сигнейчи восстанавливают Баланс по левелам Давайте глянем, что у нас по уровням По уровням Джей 15-го Рейвен 15-го Лакелс 15-го Дальше пропасть Аж до 11-го левела Три игрока команды Сигнейчи 11-го левела И Всего лишь один Тини 16-го Но Тини, опять же, макс левел на карте Ну, мы прекрасно знаем комбинацию В которой участвует Тини Комбинацию персонажей, в которой присутствует Тини Все, в принципе, строится вокруг него Если Тини набирает артефакты Если Тини становится неуязвимым Для магии и для Физического дэмэджа А попробуй подойти к этой дряни И ударивающей в пассивку То Тини, конечно, остановить Нечем И команде Минески Я так понимаю, действительно Нечем останавливать Тини Скоро ему станет пофиг вообще На удары Лекана Когда появится Кираса Если появится БКБ Шадоу Шаман и Троль Шадоу Шаман и Шторм Спирит Становятся у нас бесполезными Ну и Клокверк Тоже со своим Блэйдмейлом Скорее всего отвалится Ну, опять же, если Тини у нас пойдет В БКБ Что мне кажется более реальным Чем Сэн Джин Яша Вот, пожалуйста Пожалуйста, пожалуйста БКБ появляется у Тини Готовится врыв у нас у Тини И Виспа врываются Они на мид подбрасывают воздух Джея Джей разлетается Очень сильно на куски Но вовремя Чен отправляет его на базу Джей стоит у нас под фонтаном И хилится И тем временем Шадоу Шаман у нас рассыпается Куку здесь Но Куку врывается в принципе Фантомы Виспа и Тини Потому что эти ребята отправляются На... В свой лес Ну, Джей здесь Джей пришел подраться Джей подерется Джей отправляют на базу И на этот раз уже не Чен его отправляет на базу На этот раз Тини его отправляет на базу Своим нереально огромным бревном Трипл килл у нас от Лакелса Счет становится 13-16 Вот о чем я вам говорю БКБ от Тини Тизер от Виспа Оверчардж от Виспа И Тини бревном крошит лица В любой части карты Какой у нас красивый лекан Но насколько лекан в этой драке оказался бесполезным Отваливается у нас кто-то из игроков По-моему у Джея проблемы У Джея действительно проблемы Это 100% Нет, у Куку все-таки проблемы Дисконнект Ну, ждем, когда Куку вернется в матч Счет 13-16 И команда Минески Как говорится, поплыла Лакелс набирает нереально крутые обороты 9-1-4 У него счет Давайте глянем по Нетворсу Он на первом месте Он перефармливает Лекану Он перефармливает Джея Преимущество на 5-4 тысячи соответственно Лекан вынужден бежать отсюда Ловит он Ассинейт от Снайпера Но это уже просто собаки под хвост Убегает у нас Лекан на свою базу Минески поплыли И 100% драк при удачной реализации Я думаю, теперь будет засигнейча Остановить Тинни, которого бустит Висп Не вижу реальным Если здесь еще появится Кераса То бить становится Тинни просто нечем БКБ пока что 9-секундный БКБ пока что гораздо дольше действует Чем Тинни убивает троих или четверых игроков команды Минески Выход на Рошана И Рошана отбить нечем Чен несчастный здесь стоит Ова в принципе остановился в фарме своем Микказм имеется, имеется Аркан Буци Есть 1700 на руках Но по артефактам больше ничего не появлялось Я думаю, необходимо собирать Аганим И забирать данного персонажа себе Которого я только что на своих экранах вам показал Потому что по ХП команда Минески Скоро начнет проседать Она уже проседает Кто дерется с Тинни, тот умирает от Тинни 4200 на руках у нас у Лакелза Давайте переключимся на Нетворс В принципе Крипстат нас уже мало интересует 25-ая минута идет А это достаточно много Что у нас по ГПМу? По ГПМу дела вообще нереально идут У Тинни 740 золота в минуту Это вот дохрена себе Представляете? Вот это примерно 2 дохрена 740 ГПМ Это чокнутая сумма Опять же это на 24-ой минуте Он пока еще не начал выфармливать все лайны И летать с Веспом Сносить бараки вместе с Таверами Тавера у команды Минески практически в полном составе Только упал Т1 на миде Тинни с Веспом Я думаю отправится скоро убивать Таверам Но пока что Давайте я думаю реплей глянем Как у нас погибал Ликан Я думаю это больно смотреть будет Ликану Но мы то с вами понимаем Что драки лучше не пропускать Ну что Ликан у нас проюзал Некров Пошел драться со Снайпером И тут на тебе по голове Риверс Полярити Удары несколько Тинником И Лакелс Лакелс Годлайк имеет 13-17 счет Следим за Тинни Переключаемся на него Более интересного персонажа на карте Пока что нет И я думаю уже не появится Лакелс точно не даст разгуляться у нас Ликану Мы видели что с ним делает он Вместе с Вместе-вместе-вместе С Хе-хе на Магнусе Что еще примечательно Данный 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 скилл Данный баф который вешается на Тинни Под Эмповаром Тинни наваливает просто Крутейшим образом Два удара хватило на то Чтобы развалить Клока Один удар еще и по приземлению Получил Джей по голове У Джея даблкил Но пока у Джея даблкил Бионд Годлайк у нас у Лакелса Не знаю как держать Тинни Чем вообще его удерживать Мне непонятно Надо как-то поймать его И в сетку В сетке попытаться разобрать Или что с ним делать Но здесь есть Висп Надо контрить Виспа Сначала убиваешь Виспа Потом стараешься убить Тинни Но как убить Виспа Когда тебя убивает Тинни Одновременно мне непонятно Лакелс имеет 3000 После Керасы на руках Он просто пойдет в соло Пилить Тауэр Ну под оверчарджем Сможет разбить В принципе крипы подошли Бить Тауэр Заканчивается Бэкдор Протекшн И заканчивается постепенно Тауэр В соло Лакелс сносит Тауэр Я думаю ударов 10 Необходимо у нас Лакелсу Для того чтобы сносить вышки И это как вы понимаете Очень мало Форстаф от Чена Уже какие-то оборонительные Артефакты Начинает собирать команда Минески Минески поплыли Поплыли нереально Появляется Оркет здесь Здесь два заряда в Бладстоуне От Джея Джея который начинал со счетом 5-0 На данный момент идет со счетом 8-4 Два фрага он сделал в файте под Т2 Команды Сигнейча Но Этого точно Недостаточно Чтобы Остановить Сигнейча У которого понятное дело Есть такой красный скорпион Как Тинни Джей выходит у нас на мид Врыв от Тинника Не нужен Тут в принципе сплэшем Можно Джейу Разбить кабинет Если Джей подойдет Чуть-чуть поближе Бегают у нас волки Ликана Видят где находится Хехе Даггер ему Будут если что Стараться сбить Просто привязал К Магнусу своего волка Ну волк у нас Отвалился И теперь Представление о том Где находится команда Сигнейча Только приблизительная У команды Минески Вижен здесь От команды Сигнейча Минески Вижен имеет Здесь на клифе Но команда Сигнейча Не в этой области Не в этой части Команда Сигнейча Отправляется Сносить товара Тинни под оверчарджем Два Три Четвертый удар Лаккелс не сумел сделать Снайпер забрал у него вышку Крипы рассыпаются Моментально Моментально Под Эмпауэром Нереальное количество дамаги Так врыв у нас в Хехе Все-таки зашли в спину И решили у нас Разобрать быстро Магнуса Будет ли врыв на Релакейте Врыв на Релакейте Имеется Но Врыв на Релакейте Просто на крипов Надо оставлять здесь Тинни Тинни я думаю готов драться Коги у нас от Ку-Ку Погоня за Овой Есть Эваленш Эваленш через одну секунду Так Джей у нас врывается В Тинни Дает на него Сайленс Но Тинни просто плевать К нему прилетает Висп И Тинни начинает Под оберчарджем Наваливать как сумасшедший Тинни бьет в Блэйд Мэйл Ему вообще все равно Он бьет в Блэйд Мэйл БКБ закончился ХП конечно Тинни потерял нормально Но Что толку от потерянного Тинником ХП Если вся команда Минески Разваливается Ликан на лоу ХП У нас на миде Кое-как попытается Отъесться за счет Владмира Джей остался в живых Джей остался в живых У него 4 заряда В Бладстоуне Это уже лучше чем 2 А Тинни возвращается С виспом На нижней Лайн И Будет забирать Тауэр Давайте глянем Экономику И Посмотрим на нее Я думаю Затаив дыхание Все Те кто болели За сигнейч Или поставили на них Свои рарки Камонки И анкамонки Я думаю Понимают К чему Близится дело Дело близится К завершению Этой игры Пока что Преимущество 6000 по голде Но мы видим Откуда Эти 6000 набираются Тинни останавливаться Не будет У Лакелса Появляется еще И Хатуф Тараск И помимо этого Имеется 2000 Сверху По Голде 12000 по экспе Впереди команда Сигнейча Камбэк Более чем реализован Эти 2000 Я думаю Уйдут у нас В Алтимейт Орп И Яша Прогрейдится До Манта Стайла Лакелс стоит здесь У него есть БКБ У него есть Кераса У него есть Тараска Бьет он очень сильно Умирать он тоже не собирается Убивать его непонятно чем ХП дохренища Дефа очень много Реген ХП Тоже сумасшедший Под оверчарджем Под тизером И БКБ имеется От магии БКБ еще 7 секунд Ну Команда Минески Решила Подраться Еще И хотят Видимо Посмотреть Куда их заведет Данный матч Но пока что Я бы на них не ставил Это точно Просто Тинни идет И бьет И что против него Можно предпринять Мне непонятно Висп 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 Пока что далековато От Тинни Может быть Есть смысл Сейчас попробовать Ворваться Лаккелс Пытается у нас Разбить Куку Здесь стоят Коги Теряет немного Маны Врывается в него РР Дает Хекс Лаккелса Надо сначала Развалить Виспа Потом бить Тинни Тинни у нас Ловит сетку Но никто не бьет Тинни Тинни выходит из сетки И сам начнет Наваливать всем Кому только можно У нас погоня за Виспом Поняли ребята Из Минески Кто их главная Заноза в заднице Это Висп Тинни продолжает Ходить в Хексе Уже Разобрать Лаккелса Он стоит в сетке От тролля Но на пол хп Проседает Здесь прилетает Висп Включает оверчач Под тизером Тинни продолжает Начинает наваливать Команде Минески За всю боль Которую в этой драке Испытали Получил у нас Лекан Лекан погибает И Тинни тоже улетает На релокейте Виспа Два в один Подрались В пользу команды Минески Минески здесь Зарабатывают 3000 по голде В свою пользу И по экспе 4400 поднимают Выкупается Также у нас Висп Ну опять же Опять же Опять же Нашли Нашли противодействие Тинни Противодействие Тинни Кроется в нейтрализации Этого злополучного шарика Если Висп Не будет Бафать у нас Тинника Не будет его поддерживать Через Оверчарджем И Тизером То Тинни становится Не такой грозной машиной Но понятное дело Что Не так то просто Вырубить Виспа Потому что Пока ты бьешь Виспа Тебя бьет Тинни Так врыв у нас На Бомбел А Бомбел Скорее всего погибает Джей здесь Джей под БКБ У Джей заканчивается Мана Тинни сейчас расскажет ему Как плохо обижать Своих товарищей Джей Денает сам себя И что у него По 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 Бладстоуну По Бладстоуну У него Пять зарядов Полторы тысячи На руках имеется У Тинни Манто Стайл И после Манто Стайла Еще 2700 Я думаю Скорее всего Будет выход в А куда выходить Выходить то по большому счету Некуда БКБ имеется У Лакелза Имеется Все в принципе На то чтобы Драться Есть ПТ Разве что ПТ Здесь поменять На Бутсов Тревел Ну а какой артефакт Можно выбросить Чтобы собрать что-то Еще на дамаг На те же допустим Криты Ну наверное Не нужны Тиннику Криты Так подбрасывает у нас Вверх Ку-ку-ку-ку У нас улетает Со своего хайграунда Врывается на Тинни Тинни уходит в стан Но снайпер разваливает У нас Ку-ку Заходит команда Сигнейча на Хайграунд Минески И Падает уже Рейнжовый барак Тинни разваливает Варды Ну что Будет ли падать Милишный барак Надо Тем более это два удара Для Тинни Тинни наверное зря Здесь остался Врывается у нас Хехе Отличный Ривес Полярити В двоих Джей на лоу хп Джей улетает отсюда Умирает у нас Шадоу Шаман И Хехе Очень круто Подсейвил Своего тиммейта Тинни развалил У нас мид Убил бараки Рейнжевые милишны И для него Это немного ударов Возможно Надо было Всей команде Остаться Так Джей у нас На фул рейнж Я так понимаю Влетает Да Джей влетел сюда Никого не забрал И Улетает из драки Ну попытка Засчитана Правда Попытка Эта не увенчалась Успехом 1800 у него есть Есть БКБ Имеется Оркет Имеется Бладстоун С 5 зарядами Есть ПТ Джейу необходимо По мане Немного больше Надо врываться Издалека Не врываться С Ближнего рейнжа Ну У Джей конечно же Скилл крутой Но Здесь Надо скилл Нереально крутейший Против этого Тинни Надо как-то Переигрывать Тинни Своими умениями Своими руками У кого ровнее руки Ну Тот конечно же И выиграет Просто Тинни Не нужны сейчас Ровные руки Тинни нужно Нажать Райт клик И Выносить Одного за другим Игроков Команды Минески Я думаю Здесь задача Для таких Серьезных ребят Как Сумаил Который сейчас Отыгрывает за Команду ЕГЭ Сильнее ли Сумаила Джей Едва ли Едва ли мы видели Этот феномен Команды Ивл Джинниус Который В общем-то Не в соло Конечно Но сделал огромную Львиная доля успеха Команды ЕГЭ На Дота Эйшен Эйшен Чемпионшип Который Недавно Закончился Конечно же За Сумаилом Который На шторме Отыгрывал Невероятным Образом Ну что Команда Сигнейча Возвращаемся К этому матчу Что нам ЕГЭ Когда у нас Сигнейча Сносит базу Минески Тауэру Надо 5 ударов Тинни готов Эти 5 ударов Тауэру Предложить Подходит сюда Кентавр И погибает От ружья Снайпера Врыв у нас От Джей Джей притягивает Хе-хе Можно попытаться Убить его До того Как тот Заюзает Реверс Полярити Реверс Полярити У нас Заюзал Хе-хе И сразу умирает Джей Ловит ульту От Бумбелла Ловит Также еще И После Finger of Death Стан от Бумбелла Ну что Что Без Тинни Умирает Джей Джей Главный оплот Главная проблема Команды Сигнейча Погибает от рук Одного Леона Здесь Попытка Разменяться сторонами Но пока вы Размениваетесь сторонами Тинни разваливает Т4 Тинни начинает Разваливать трон Трон команды Минески горит Джей Пишет у нас Джей Пишет Ова Пишет Лакелс Действительно Гуд гейм Поздравляем команду Поздравляем команду Сигнейча С победой В первом матче Данного Best of 2 Минески оказались Не такими Грозными соперниками Ну наверное Здесь провал по По пику Отдавать Тинни Отдавать Виспа И ничего Против них Не делать На ранних Этапах Это проблема Тинни у нас 23 левела Да Шторм 22 Джей сыграл Хорошо Но посмотрите На ГПМ Лакелса ГПМ 971 В моей Корее рекомендатора Это первый раз Когда я вижу Такой мощнейший ГПМ Конечно же я смотрел Другие стримы Были ГПМ И повыше Но то что показал Тинни в этом матче Мне впервые приходится Комментировать И я рад что вы С нами Это студия Игрокам ТВ У микрофона Друг Не переключайтесь Нас ждет Вторая встреча В данном Противостоянии Бест оф 2 Немного музыки И очень скоро Мы вернемся Другие стримы Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова